Это ты украла их у мамы! Отдай их немедленно! Первая репетиция на большой сцене. На этот раз театральный проект подарит зрителям сразу два часовых спектакля, а еще исполнит давнюю детскую мечту одной из новоиспеченных актрис. Сейчас я играю Агюстину. Здесь сейчас одна из главных ролей, получается. Тогда это была пирета, более такая женщина стильная, а сейчас я играю злобную бабку, одинокую. Актерское мастерство, сценическая речь и вера в собственные силы. Позади месяц упорной работы над ролью. Моя сверхзадача для меня это прежде всего выйти за рамки привычного, выйти за рамки собственные, и в голосе, и в теле, и в артистичности. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы роль удалась. На репетициях актеры-предприниматели пропадают по несколько часов, вплоть до позднего вечера. Говорят, мысли о роли не покидают и дома. Дома я все представляю, прям вхожу в эту роль, куда я подхожу, что я вижу перед собой. Именно так, прям вот вживаешься в роль. А вот Ирина Белоусова породнилась с ролью буквально с первой репетиции. Героиня, которую играет девушка, ей близка. Кстати, пока репетируют без костюмов, они вот-вот должны появиться. Костюм продуман. Это шикарное длинное платье в пол. Это дамы из высшего общества, из весского общества. Внушительный объем работы уже осилен, хотя до финала еще не дошли. Режиссер спектакля Татьяна Столбовская говорит, самое сложное – научиться переживать роль, а не играть ее. Все будет живое, оценки будут живые, глаза будут живые, и текст, я надеюсь, тоже будет живой. В общем, на таком хорошем градусе, на таком азарте. Это Франция, это стиль, это красота, это женственность. Ну и для тех, кто не знаком с сюжетом пьесы «Восемь любящих женщин», конечно, будет в финале сюрприз. Премьера «Не за горами» уже 7 декабря на большой сцене мускомедии завершат шестой сезон театрального проекта. Ну а пока актеры отшучиваются, говорят, есть еще немного времени, чтобы научиться преодолевать волнение перед зрительным залом, который пока пуст. Мария Микшута, Дмитрий Денисов. День с толком.